всем здравствуйте меня зовут оксана куликова сегодняшнее видео у нас поставочка китайская пряжа приехала так приехал альпака вельвет в прошлый раз очень многих оттенков не хватило сегодня побольше взяла и в общем то выгребла все теперь альпака вельвет появится наверное нескоро так еще также приехал китайский полухлопок но его я покажу после альпаки вельвет всю пряжу можно увидеть и если вы хотите заказать в интернет-магазине территория вязания ссылочку я оставлю под видео также он легко ищется в любой поисковой строке любого браузера яндекс google и другим так что хотела сказать я хотела сказать что работаю девочки я по будням выходные я не работаю потому что очень часто звонят пишут что-то ждут от меня выходные дни я наверное забываю все время сказать что выходные я как и все люди нормальные отдыхаю вот отдых обязательно человеку нужен поэтому вот давайте будем как-то тоже думать об этом что я тоже устаю и что у меня семья и будем заниматься всеми рабочими моментами всеми вопросами по пряже в рабочее время вот живу я по московскому времени и так девочки приехал вот этот красивый цвет номер 31 вот из такого цвета я вязала себе джемпер и показывала его я его взяла много очень красивый оттенок называется он вишня очень классный и так альпака вельвет состав пряжи я вам напишу на экране потому что я опять забыл какой там состав по моему там 40 альпаки идет сколько-то нейлона и сколько-то хлопка в общем альпака хлопок нейлон вот такой состав у пряжи так по крайней мере заявляет магазин оптовый в котором я это все приобретаю вот в общем классная пряжа я ее уже неоднократно и снимала ней обзор этой пряжи недавно она тоже приезжала ее все просто подчистую разобрали потому что правда пряжа очень классная она не колючая приятная изделие красивый резинку она не держит девочки но из нее вязать воздушные такие вещи если есть и ластан ниточка то добавите но на горловине в принципе я вот набирал два изделия вязала все было нормально она не вытягивается вот основной вопрос который мне часто задают в комментариях и в личных после стирки как себя ведет как вы связали ее такое изделие и остается она не станет короче ни на один сантиметр и не и длиннее тоже не станет ни на один сантиметр даже я как-то связала вот эту вишневого цвета вроде постирала и ну когда примерила закончила все вот мне прям показалось вот еще бы два сантиметра вот еще бы два думаю но постираю под выйти на немножко но потянула ее она высохла и приняла свои прежние формы вот какие они были то есть вяжите нужного и правильного размера и не надейтесь на то что она подсядет или вытянется держит свои размеры первоначальные как связали так и останется так ну в общем все цены там не спрашивайте в комментариях почему не говорю потому что нельзя и и да многие говорят правило ютуба о рекламе это не реку не правило ютуба рекламе это правило российской федерации о рекламе то есть получается называя цены и и все прочее уже рекламирую товар а так я просто показываю вам что у меня есть что ко мне приехала а вы уже решаете сами как вам с этим поступать нравится идете в магазин не нравится не идете так альпака вельвет номер двадцать девятый такой оттенок здесь буду поближе немножко смотрите девочки какие здесь здесь разные вот этот видовый эффект я буду говорить о какой пряжи вот красная была тоже видовый эффект но здесь нет клочков вот когда таких вот кусочков видовых они не приклеены просто пряжа раскладывается когда вы вяжете как будто вы вязали из пряжи с видовой вот такая вот тоже очень красивый все оттенки я даже не знаю какой здесь оттенок выделить они все очень красивый все интересны так вот такой это прям такая вот пепельный меланж написано но вот да этот видовый эффект когда вы свяжете у вас будет видовый эффект вот номер 22 следующая вот меланж вот такой меланжевый эффект цвет номер 07 светлый джинс 07 вот такой камера правильно передает уже очень интересный красивый цвет следующий оттенок вот видовые а еще как бы то что меланжевая например да вот меланжевый как выглядит вот меланжевый вот видовый меланжевая более объемная пряжа ее прям на пять с половиной вязать чтобы полотно было вот воздушная не надо ничего к ней особо подматывать не надо забивать полотно это для легчайших изделий для нежных легких облачков которые вы будете носить на себе весной сейчас вы нарядитесь и выйдете вяжется она очень быстро и это тоже но я бы не рекомендовал если вы хотите например чтобы не трясет стол и трясется камера если вы хотите чтобы конечно у вас держались резинки то вы можете подмотать именно в резинку что-то чтобы она держалась или ниточку тонкую эластана или можно некоторые я знаю применяют дополнительную нить от пуха норки остается на в основном всегда у всех остается можно ее добавить но больше бы я ничего к этой пряжи не добавлял она настолько самодостаточна ей не нужны никакие подмоты она нежная она мягкая она выпустит пушок после стирки даже во время вязания на тоже выпустит девочки пушок и этот пушок во время вязания и во время носки не лезет не вылазит не сыпется и никуда в глаза в нос и в рот мешать вам не будет то есть очень комфортные вязки и в носки пряжа вот так этот цвет я вам показала но все цвета шикарные все 21 а это 0 7 вот такой то есть выбирать вам я вязала вот себе вишневый цвет для дочки я вязала меланжевые эффекта цвет был у нас 01 так еще в прошлый раз я показала образец не образец образцы ну давайте я покажу их вам еще раз это вот серенький он приехал цвет не помню но скажу по ходу по ходу нашего видео вот это меланжевый эффект пушистенькая ниточка вот так выглядит а вот видовый видите вкрапления тоже не назовешь меланжем это выглядит как твит такой разноцветный вот этот образец связан из пряжи вот это у меня 35 он очень похож только он потемнее в прошлый раз я наверное ошиблась и сказала что у меня из этой связан нет это связано из номера 32 вот а это у меня 35 он очень похож называется он мульти колор здесь тоже много много разных вкраплений и синий пушок но он как бы немножечко потемнее выглядит а вот этот здесь синий поярче он тоже приехал так вот это по моему у нас 11 это меланж тоже его приехала много полынь такой цвет да такой красивый тоже этот цвет приехали практически все цвета и один даже приехал новый которого у меня в прошлый раз не было и не приехал изумрудный а так все все оттенки вроде приехали в желтый я не стала просто сама заказывать вот вот такой вот это номер 35 вот они очень похожи вот с этим так ну и раз я показала образцы то прям принесла пряжу под каждый образец вот смотрите вот этот номер так сейчас прям точно да это правильно 32 номер цвета девочки доставать не буду упаковано все очень тщательно здесь поэтому сейчас придется шуршать вот вот видите она поярче чем 35 но тоже синяя вот вот так выглядит она 35 выглядит также но потемней и 35 почему-то назвали мульти колор хотя на темно-синяя но вот такая же так а это у меня номер 32 вот это 32 вот вместе с этим образцом это 32 номер так вот это полынь это 11 вот она образцы связано уже давно когда самый первый раз я ее привезла вот это номер 11 тоже видите как у все цвета шикарно они все прям очень богато выглядит в изделиях хоть 0 1 почему я вязала из 0 1 цвета потом его все захотели ему сейчас тоже принесу покажу он смотрится не очень хорошо в матке но когда я его связала в изделии он просто невозможно какой классный он прям у него цвет такой базовый получился я его даже овсянкой назвала бы вот это номер цвета у нас 6 наверное 0 5 это 0 5 серенький вот такой вот серый меланж все красивые оттенки вот нет даже вот вот в этой пряже такого цвета чтобы мне не нравился все хороши так продолжаем кому в прошлый раз не хватило красного цвета приехала но по моему его всего две упаковочки девочки 20 мотков и еще хочу рассказать что на например мой размер вы все меня видели как я выгляжу у меня размер 54 56 даже я скажу не буду себя тешить что 54 56 размер вот чисто 56 я и плюс я всегда свобода облегания то есть не обтягиваюсь никогда вот 6 мотков вот этой пряжи достаточно за абсолютно достаточно вот она и на спицах пять с половиной пять пять с половиной не надо ее убивать эту пряжу не нужно вязать ее на три с половиной ты пряжа воздушная она должна быть как облачко вот эти вот образцы они связаны на спицах номер пять с половиной вот так он и вяжется очень быстро вот и так это номер 14 красный немножечко он ярче у вас и как бы светлее что на самом деле но очень красивый красный цвет 14 следующие оттенки два таких бежевые коричневый вот это по моему верблюжонок называется да это номер цвета 08 ее тоже мало по моему пришло 0 8 номер цвета так следующий вот такой темно бежевый коричневый коричневый я бы его назвала тоже его камер передает не совсем правильно здесь вот такой белый как бы да как у всех вот это пряжа шнурочек же у нас и шнурок он сделал набит определенным цветом а сам шнурок белый здесь набит он коричневым и каким-то вот знаете как-то ежевичный там цвет проглядывается тоже очень интересный оттенок но его не очень хорошо видно через пленку так я сейчас поищу мне кажется он есть у меня в открытом виде тогда вот я нашла вот смотрите сейчас будет ли видно может быть снять вот так упаковку вот или уловим и через камеру но так вот видно вот прям даже да вот такие какие-то здесь фиолетовые такие ежевичные вкрапления очень интересный цвет тоже будет прям и вот она она такая нежная такая мягкая как вот животику котеночка такой пухляш вот смотрите какая прелесть красота просто так это номер цвета 18 вот 11 посветлее верблюжонок а вот этот 18 это прям вот такой вот коричневого и у него вот еще какая-то ежевика там вот присутствует вот прям особенно вот в этот моточек так лежит что в нем прям видно все так следующий оттенок вот такой красивый оливковый 0 9 или еще я бы его назвала зеленая горчица здесь тоже несколько оттенков меланжевый эффект но оттенки здесь вот прям желто зеленые всякие так вот этот поняла цвет всем нравится просто без исключения номер 24 девочки но его очень мало по моему его 15 штук 5 штук были заказные но не помню точно посмотрите там все на сайте есть все наличие уже проставлена следующий бордовый тоже здесь вот такой меланжевый эффект бордовый меланж так и называется на самом деле камера ну это вот знаете спелая вишня цвет спелой вишни номер цвета 15 был вот этот 15 так следующий девочки 34 номер цвета эффект вида девочки и мальчики друзья извините мальчики если я вас называю девочками так но в основном женская аудитория в общем я прошу прощения так вот чтобы получше рассмотреть вот такой девочки корей друзья коричневый меланж тоже здесь разноцветные вкрапления здесь идет сам шнурок цветной вот в таких видовых здесь идет хлопковый цветной шнурок набитый вот этой пушистостью так и вот такой цветной шнурок тоже и набит он такими какими то бежевыми светло-бежевым пушочком вот шнурок здесь разноцветный вот то что вот эти вкрапления это вот цвет шнурка когда вяжете и получается цветовый эффект как будто из твидовой пряжи вы связали так дальше еще один оттенок с эффектом твида тоже это такой вот рыжик терракот номер цвета 36 терракотовый оттенок шнурок тоже здесь разноцветный набит терракотовым пушком вот эту пряжу я бы ее по моему я вязала на четыре с половиной но все равно у нее очень маленький расход она очень экономная то есть получается на изделие моего размера на джемпирог ушло около по моему меня 5 мотков ушло 5 с чем-то 5 и чуть-чуть на над 6 так следующий девочки вот такой вот этого у меня не было в прошлый раз номер цвета 26 сиреневый сирень называется но он такой фиолетовый да вот смотрите какой красивый его очень мало очень мало я его ну вообще все забирала последним синий василек называется да васильковый меланж да это на самом деле меланж и номер цвета у василька 16 почему через магазин удобней девочки покупать друзья потому что вы зашли в магазин на клальсе в корзину и оформили а пока а через соцсети пока вы мне написали пока я прочитала если у меня есть время я взяла в руки телефон во время например вечернего отдыха от работы ну или там занимаюсь готовкой или еще чем-то я же не все время в руках держу телефон пока вы мне написали пока я прочитала и в общем то мы могли уже это все забрать так что заходите регистрируйтесь в магазине и сами все заказывайте вот она 0 1 цвет он как будто бежевый такой да получается а называется белый меланж но он светло-бежевый это прям вот такая овсянка до цвет вот овсянки вот и иногда мне пишут девочки я иногда могу забывать ну просто невозможно на самом деле держать в голове все я один раз переписывалась с девушкой в 12 часов ночи утром я вообще не вспомнила даже даже вообще не вспомнила ну потому что я спала потом все было перед сном так что лучше делайте сами заказы там можно писать комментарии после того есть специальное окошко где вы можете написать что-то выяснить и есть номер телефона на сайте указан звоните в рабочее время задавайте свои вопросы я беру трубку отвечаю в рабочее время выходные дни я не работаю или работаю но в общем редко я по субботам выхожу иногда ну например 23 февраля я работала полдня но вот на 8 марта я точно работать не буду так что извините так бледная астра номер цвета 0 6 вот такой красивый цвет здесь такой розово-сиреневый вот тоже про него спрашивали какой на самом деле этот цвет камер его передает правильно он розово-сиреневый так вот и этот цвет его нужно достать и показать так вот она этот оттенок смотрите здесь белый шнурочек и набит он темно-синим и таким каким-то горчичным ну вот сочетание прекрасное мне кажется оттенков посмотрим что здесь у нас написано полынь меланж номер цвета 19 но я бы сказала что это вот такой табачный какой-то или болотный оттенок ну почему здесь такое сочетание интересное тоже будет красивое изделие получится необычное вот через пленку плохо видно этот цвет потому что он еще и не яркий следующий это яблочко тоже популярный цвет и номер цвета это у нас 23 вот такой эффект твида такой шнурок набит таким цвета яблока пушочком зелененьким так и такой горчичный еще тоже эффект твида так еще раз покажу потому что меня здесь отвлекли так это у нас 27 а назвали они его золотая олива ну можно и золотая олива но для меня это прям горчичный такой цвет тоже очень красивый девочки но они все вот я не знаю ни на один оттенок вот мне все прям нравится очень классные где бы рук взять и вот всего бы повязать продолжаем наше видео и дальше у нас друзья будут очень-очень шуршащие упаковочки ну очень так что в наушниках смотреть не рекомендую нервных тоже потому что сейчас скажут почему шуршить так сильно но шуршу так значит следующий у нас артикул это тоже в прошлый раз показал эту пряжу друзья опять подсниму вам видео с образцом из этой пряжи забыл образец дома лежит дома сразу вам скажу мне очень понравилась эта пряжа это прям вот придумка для тех у кого кто страдает рядностью пряжа идеально ровно ложится резинку держит очень хорошо здесь хлопок 30 процентов и 70 процентов так они так написали здесь состав классы скин вельвет ну то есть я смотрела перевод это типа бархатная что-то бархатная кожа какая-то в общем это пряжа очень нежная очень приятная грубости в ней вообще нет никакой абсолютно очень нежная шелковистая правда как бархатная кожа дать для это такой бархат для кожи очень нежная приятная пряжа будем называть ее полухлопок 30 процентов хлопка и 70 процентов вот этого нежного акрила который очень шелковистый приятный у меня здесь номер цвета сейчас скажу 13 смотрите вот такой это оттенок 200 метров 100 граммах рекомендуемые спицы здесь написано четыре с половиной и когда я вообще привезла первый раз просто посмотреть на эту пряжу и такая посмотрел руха прям ну четыре с половиной да вы что вроде такая пряжа она как бы не такая уж и толстая подойдет к ней четыре с половиной но я свой образец на четверки связала в конце видео вам подсниму еще раз образец хотя я его уже показывала вот очень классный пряжи тоже и у меня жду так следующий цвет вот такой не буду много шуршать номер цвета 26 здесь такие ярко-зеленый коричневый и такой вишневый цвет вот такая красота что вязать это пряжа такая толстенькая это пряжа на весну также она пойдет очень подойдет для детей даже можно и пледики вязать пряжа ложится не полосками а вот вот такими размытыми пятнышками так следующий вот такой у нас оттенок и это у нас номер двадцать восьмой такой цвет смотрите какие красивые оттенки вообще божественные двадцать восьмой следующий цвет здесь такие весенние оттеночки можно себе связать или как ребенку вязать ну кому угодно из нее так салатово желтый номер цвета 12 здесь еще и цвет астра сиреневый такой зеленых несколько оттенков желтых тоже следующий цвет здесь несколько оттенков зеленого и немножечко неправильно передают камера чуть посветлее это пряжа выглядит на самом деле и номер цвета здесь 03 03 вот кстати на фотографии на сайте абсолютно правильно выглядит пряжа вот сейчас я ее смотрю через камеру на немножко темнее вот это зеленая следующий правильно передается вижу сразу так кстати пряжи как называется суевель ветка тон называется вот это я о это название фирма которая выпускает но мы китайские фирмы вообще не знаем с вами правда и просто в разделе китай эту пряжу найдете просто в разделе китай там она есть там же где альпака вельвет номер цвета 17 красивый тоже это прям весна весна везде весна у нас уже так следующий цвет номер 09 правильно передается василек и голубой называется здесь цвет ищите пряжу под названием суевель ветка тон я о это вот мы его вообще брать не будем это у нас называется пряжа суевель ветка тон так следующий вот такой оттенок номер цвета 10 смотрите какая нежность какую-нибудь кофточку на пуговках очень классно будет красивая нежная я показывала вот этот я приобретала цвет номер 25 мне он нравится некоторые подумали что вот этот темный это синий нет это темно-серый и у него есть какой-то определенный свой оттенок как будто оттенок баклажана бывает такой да такая красота зеленый оранжевый но классно сочетание здесь все прекрасные замечательные следующий оттенок это вот такие фиолетово-сиреневые цвета здесь для любителей сирень астра номер цвета 0 5 вот так упакованы до некоторые даже в лопнутых упаковках вот таком виде не бывает а тем более как и сама по себе упаковка на очень быстро рвется вот на 5 девочки малиновые тут вообще прям отвал башки смотрите какая красота и номер цвета некоторых оттенков очень мало приехала очень мало 0 6 одного из оттенков там вообще только 5 мотков не досталось номер цвета 0 6 бирюзовая бирюза назовем его бирюза просто смотрите на беленький здесь есть красивый же бирюза белый 0 4 номер цвета 04 я сегодня друзья весь день добывала фотографии для сайта чтобы они были красивые как принято у меня классные но не добыла такие вот мелкие которые в кружочках когда вы выбираете так что кликайте там на маленькие кружочки когда вы зашли вот именно уже в эту пряжу и выбирайте оттенок а вам будет открываться моток и какое на самом деле так это у нас номер цвета вот этой упаковки только одна он вообще называется цвет детский да и номер цвета это 11 вот его всего пять штучек это детский цвет на самом деле он детский очень мне понравилось вот это сочетание тоже красивая номер цвета 21 так ну вроде я все вам показала ну и все друзья переходим на весенне-летний ассортимент с вами кстати сегодня еще со всей этой поставкой приехал у меня очень многие спрашивали шотландский твит от от троицкая и именно вот этот цвет горчица приехала горчица просто горчица приехала больше я ничего не заказывала он есть там в наличии тоже прекрасная пряжа которую нельзя стирать в машинке вот еще одну вещь хотел вам показать но вы сейчас начнете спрашивать а ее нету но мне хочется вам показать тоже покажет вам как не я в общем вот такая пряжа она она не новинка но для меня она новинка девочки юна сайте нет а то сейчас броситесь искать но вы посмотрите какая-то красота здесь такой еще состав шикарный пряжи ла носа зюмрут делюкс а натурал на натурал мохер да смотрите здесь 70 мохера и 30 премиум акрил колкостью этой пряжи я просто вам про нее рассказываю вот у меня сегодня болтливый день когда у меня не болтливый день я лишние не показываю сегодня хочу просто показать конечно ее можно будет привести она вообще так то есть это пряжа но я не знаю какому случаю ее сейчас привести когда у нас весна и лето на носу но она обалденной девочки это я для себя взяла и я прям вот прям как только настанет сентябрь я сразу начну вязать из нее себе комплект шапка какой-то там на шею не знаю еще пока изделие наверное это будет скорее всего какой-нибудь хомут по типу не хомута как это называется снуд в два оборота и варежки просто мне очень понравилось и вот там таких оттеночков не очень много есть но мне вот именно вот такой и я видела комплект мне олечка показывала вообще мне рассказали об этой пряжи я поперлась и заказала ее сразу вот если оля мне разрешит то девочки то я вставлю ее фотографию в комплекте с такой пряжи ну там такая прелесть просто тоже она не полосками ложится какими-то такими вот размытыми как бы полуполосками пятнышками в общем сегодня спрошу разрешение оле если она мне разрешит то я вам вставлю фотку но мне она понравилась так и метроше не сказала пятьсот пятьдесят метров девочки ну какая красота а вообще прям не знаю но она не дешевая это пряжа не дешевая но здесь 70 махера само собой это не дешевая но я думаю что например где-то около трех если она будет 250 рублей например даже стоит три моточка на комплект вполне вполне пятьсот пятьдесят метров даже мне кажется из одного матка и шали вяжут с таким метражом вот кто знает как расходуется вот такой метраж вы мне напишите но шапку бы я вязала например таким чулком потом бы его в два сделала вот так засунула и еще подворот то есть длинный-длинный чулок по связал и потом бы его засунула так вот пополам до внутрь и еще бы из подворот то есть это где-то было бы даже наверное чулок сантиметров на 70 нужно вязать примерно я так понимаю но классный может быть я вырежу это и не стану вам показывать ну вот поболтать хочется мне я решила показать лежит у меня эта красота на работе но вязать сейчас ее не к чему ноху но вот мне хочет захотелось ее иметь поэтому я ее вот приобрела так обещала показать образец вот он из 25 номера пряжи вот это у меня моточек дома лежит из него я вязала этот образец и еще раз его показываю смотрите образец даже я не стирала то есть он вот смотрите вот такая идеально ровная идеально ровная полотно резинку в общем само полотно я вязала на четверке а резиночку я вязала на три с половиной посмотрите какая она ровненькая о прям петелька петельки изнаночка вот реальности обычно по изнанке тоже рядности вообще нет ну все я не очень так уж прям страдаю рядностью но проскакивает конечно бывает это у всех бывает вот резинка вообще идеальная вот я ее растягиваю и она вот обратно вся схлопывается вот вот так красиво а ложатся таким узорчиком до ложится но это опять маленький образец я не знаю как он будет в большом объеме ложится но думаю что примерно так же участки небольшие давайте тоже как раз вам покажу сейчас здесь участки прокрашены так оранжевый вот серый идет сейчас ну примерно 20 ну 15-20 сантиметров до до около 15-20 сантиметров вот зеленый в общем вот так вот прокрашен и именно это при этот цвет остальные вот кстати я матки не доставала можно было бы посмотреть как прокрашена но мне кажется они все и хочу сказать что вот я забыла когда я вязала эту ой вязала когда показывала сегодня и снимала для вас видео по этой пряже вот крутилась у меня что-то в голове я не могла понять что я хочу сказать еще о ней и когда я и поехала домой села в машину и меня прям посетила мысль что вот по всем вот ощущениям когда ее трогаешь это как хлопок с вискозой но обычно хлопок с вискозой как бы вискоза наматана на хлопок да или там наоборот но в основном вискоза например и арнарт стайл да там скоза накручена на хлопок или арнарт саммер но в основном вот такие а здесь вот замесили все просто вместе и пряжа получилась нежная шелковистая просто замечательно но теперь точно все всем пока вот но на этом все нам точно буду заканчивать свое видео если я что-то не сказал девочки я каждый раз в каждом видео одно и то же говорю пряжи на сайте интернет магазина территории вязания отправляю я почтой сделали заказ ждете когда вам придет письмо на электронную почту и пожалуйста не игнорируйте мои звонки или там эсэмэски когда уже вообще нигде они не отвечать я напишу эсэмэску но некоторые там я не знаю балуются или что они там делают заказ конечно и не отвечают нигде мне я это конечно не приветствую но и в слезы я тут не плачу под столом не сижу для те это я говорю для тех кто делает возможно это с каким-то умыслом вот не ответили через два дня расформировала ваш заказ и все просто жалко что пряжа лежит люди то может хотят ее купить а она лежит в чужом пакете запечатанная готова к отправке вот так что давайте по серьезному ко всему относиться и и к моим звонкам тоже вот и еще сделали заказ заказы могут собираться и два и три дня девочки потому что их много вот имейте ввиду просто имейте терпение я тоже делаю заказы в интернет магазинах и тоже жду и два и три дня я например иногда заказываю бобинную пряжу терпеливо жду всегда вам позвонят и напишут если конечно вы не уверены что у вас получился заказ то можно спросить позвонить до оксана посмотрите вот у меня фамилия такая-то мой заказ прошел но и чтобы убедиться что ваш заказ прошел вы когда сделали заказ если он завершён удачно то вам будет это сразу на экране будет надпись благодарим вам вас за покупку и номер вашего заказа там будет если заказ не то и номер за не прошел то и номер заказа вы не увидите и благодарность вы не получите от сайта так ну вроде все девочки на этом все бережем время друг друга свободное время нужно отдыхать от работы а в рабочие будем работать созваниваться собирать заказы и в общем искать новые пряжи но я не буду пока анонсировать что придет хотя уже скоро еще какая-то будет поставка скоро это после всех праздников числа может быть 13 14 все всем пока пока